Всем привет! С вами Александр Бондаренко. Продолжаем делать тесты с учебника English File Elementary. Первое. Is that your parents' house? Is that your parent's house? Is that the house of your parents? Смотрите, the house of your parents кажется все хорошо, все замечательно, можно сказать the house of your parents, но вы используете of только тогда, когда вы говорите о том, что одной вещи принадлежит другая вещь. Например, крыша дома, the roof of the house, то есть house это вещь, это не человек, и roof это вещь, не человек, поэтому мы можем использовать здесь of. Если мы говорим о людях, то есть parents, родителям что-то принадлежит, мы не можем говорить здесь of, поэтому этот вариант неправильный. Какой же правильный вариант? Is that your parents' house? Почему так? Потому что, когда вы говорите о том, что какому-то человеку что-то принадлежит, вы используете апостроф с. Но здесь слово оканчивается на с, уже есть с. В таких случаях вы можете просто поставить апостроф, не нужно добавлять с, просто апостроф. Is that your parents' house? Это дом ваших родителей. Number two. Phone is this. It's Ralph's. Ralph's. Окей. Чей это телефон? Who? Phone. Whose? Или whose? И это слово, и это слово, они читаются как whose. Но здесь whose означает чей. Вот это whose. Чей, а who? Whose. Вот это whose. Это означает кто есть. Who is. Например, who is here? Кто здесь? Who's here? Это полная форма. Обычно в разговоре никто полную форму не говорит. Who is here? Нет. Говорят, who's here? Кто здесь? Who is. То есть, это who is. Это who is сокращенно. Whose. Whose. А whose, вот это whose, хосе, пишется это чей. Поэтому правильный вариант будет whose phone is this. Whose phone is this. Number three. He on Sundays. On Sundays по воскресеньях. He never goes out. He doesn't never go out. He goes out never. Когда у вас есть never, вы не используете doesn't. Вы не используете отрицание, потому что never уже отрицание. Он никогда не ходит гулять по воскресеньях. He never. Never ставится в нас всегда перед глаголом. He never goes out on Sundays. He never goes out on Sundays. Doesn't never. Нельзя. He goes out never. Нет. Нельзя, потому что never должно стоять перед глаголом. За исключением глагола быть, кстати. Если у вас глагол быть, то тогда never вы ставите после глагола быть. Number four. We never eat late вечером. Вечером будет in the evening. In the morning, in the evening, in the afternoon, nor at night. Number five. I sometimes have lunch. Где я кушаю мой ланч? Я кушаю мой ланч за письменным столом. Письменный стол будет desk. So, I never, I sometimes have lunch at my desk. За столом письменным. Number six. Daily works in a bar. Saturday evenings. Здесь есть соблазн поставить in. In Saturday evenings. Потому что мы говорим in the evening. Да? Но, когда у вас есть слово перед evening, какой-то, например, Saturday evening. Субботний вечер. Субботние вечера. Вы привязываете предлог к этому слову. К слову, которое идет перед словом evening. То есть, Saturday вы используете on. On Saturday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Daily works in a bar. On Saturday evenings. По субботним вечерям. On Saturday evenings. Number seven. Our baby always wakes up on half past six. In half past six. At half past six. Когда вы говорите время, используйте предлог at. At six o'clock, at four o'clock, at half past six, at half past five, etc. Number eight. Time do you usually get up? То есть, во сколько вы обычно встаете? What time? То есть, можно сказать здесь when. Когда вы встаете, будет when do you get up? When do you get up? Тогда здесь мне нужно использовать в котором часу. В котором, то есть, когда у меня есть time, часу, то нужно сказать what. What time? В котором часу. What time do you usually get up? Нельзя сказать when. Убираем time. When do you usually get up? Чудесное, чудесное предложение. Так можно сказать. Но у нас есть time, поэтому what time? В котором часу. What time? Вспомогательный глагол do. Потому что это present simple. Дальше. Субъект и глагол get up. What time do you usually get up? Usually частотное наречие ставится перед глаголами. Number nine. My aunt is a doctor. Моя тетя врач. Есть врач. My aunt is a doctor. She often works. То есть, субъект у нас. She works. Это глагол. Often ставится перед глаголом. She often works. Когда in night, on night, at night. At night. Это своего рода исключение. Потому что in the evening, in the morning, in the afternoon. А со словом вечер, ночь мы говорим at. At night. Number ten. Your uncle's son. Your cousin. Your uncle's son. Это вопрос. Whose, whose or who. Who, who's, это чей, 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 чей твоего, дяди, сын. Как-то не звучит. Who's your uncle's son. Если я так скажу, например, who's your uncle's son. Что мы будем иметь здесь? Кто есть, да? Who is your uncle's son? Как мы называем сына твоего дяди? Это будет твой кузен. Your cousin. Your cousin. Who is your uncle's son? Your cousin. Не чей, а кто. Кто? Кто твоего дяди сын? Это твой кузен. Your cousin. Who is обязательно is ставить. Вот оно is. Дальше. Who's that girl? Кто та девочка? Who is that girl? Сокращенно, who's that girl? И мы отвечаем. Mariana's sister. The sister of Mariana. Я уже рассказал, что of нельзя здесь использовать, потому что мы говорим о людях, не о предметах. И Mariana's sister это неправильно, потому что здесь нет апострофа. Поэтому правильный вариант будет вот этот. Mariana's sister. Number twelve. My boyfriend, мой парень, is, есть, angry, есть, злой, with me, на меня. Мы говорим злой на меня, а они говорят в злости со мной. My boyfriend is angry. Это прилагательное. С прилагательным мы используем глагол быть. Am, is, are. My boyfriend is angry with me. Почему? I always late. Late – это опаздывать, но это не глагол в английском языке. Late – это быть опоздавшим. То есть я всегда опоздавший. I am always late. Вот так нужно сказать. Я всегда опоздавший. И здесь always будет стоять после глагола. Где у нас глагол? Глагол am. Нельзя сказать. I always am late. Нужно сказать I'm always late. Быть – это только с глаголом быть. Когда у вас глагол быть, вы ставите always после глагола, после am. То есть always, often, sometimes, never. Эти частотные, прилагательные, они ставятся после глагола be. Извините. Не после глагола, перед глаголами. Но если это глагол быть, то они ставятся после глагола быть. Но перед всеми остальными глаголами, которые есть в русском языке, в английском языке. Number fifteen. Maureen's son. Сын Maureen is. Где? Is in university, at university, to university. To мы используем для направления движения. I go to university. Я иду в университет. Тогда I go to. I go to university. In university – это как бы мы воспринимаем университет как некое помещение. Но университет – это не помещение, это институция. Когда мы воспринимаем университет как институцию, где учатся, институция, которая имеет специальное назначение, мы используем at. Maureen's son is at university. It means that he studies there. Он там учится. Number fourteen. What do you usually do? Когда? In the afternoon. Не at the afternoon. At night, но in the evening, in the morning, in the afternoon. Number fifteen. All my family eat together. Когда? At the weekend. Not on the weekend, not in the weekend, but at the weekend. На выходных. Weekend. Здесь нет буковки S, смотрите, но имеется в виду. Saturday and Sunday. У нас мы говорим выходные, потому что у нас Saturday и Sunday мы воспринимаем как два дня, то есть они выходные. А у них Saturday и Sunday – это как один концепт, одно понятие. Weekend. Выходной. Вот weekend. One weekend включает Saturday and Sunday. То есть здесь S нет, почему нет, потому что, это не потому что они говорят о субботе или воскресенье в отдельности. Здесь нет S, потому что для них суббота и воскресенье – это одно целое. Weekend, что входит в понятие weekend. Если я добавлю S, то здесь тогда я говорю о разных, о нескольких выходных. То есть Saturday, Sunday, Saturday, Sunday. Number 16. Whose boots are these? Чьи – это ботинки. They are chiaras. They are from chiara. They are chiaras. Правильный ответ будет A. They are chiaras. Сейчас мы добавляем апостров S к человеку, который чем-либо владеет. Он владеет ботинками даже, несмотря на то, что ботинки в множитом числе. Я говорю they are chiaras. Boots. Окей. The next. What time get you home? You get home. What time do you get home? Конечно, будет do you get home. У нас структура quasi-структура. То есть сначала будет question word – это what time. Time тоже сюда входит, в котором часу дальше. А это будет auxiliary – вспомогательный глагол. Потом субъект. Потом infinitive. Или просто глагол quasi. Question word, auxiliary verb, субъект you and infinitive get. So what time do you get home? Number twelve. I coffee in the evening. Здесь есть слово never. Never. Если это не глагол быть, ставится перед глаголом. То есть нужно поставить перед drink. Never drink. Но у нас два варианта. Don't never drink и never drink. Я никогда не пью кофе вечером. В английском языке нельзя никогда не пью сказать. Нельзя don't сказать и never сказать. Если вы говорите never, значит уже don't ставить не нужно. Потому что уже у вас есть одно отрицание. Это never. Поэтому I never drink coffee in the evening. See? Будет правильный вариант. This is the end of the exercise. This is the exercise's end. This is the end's exercise. Конечно, the end of the exercise. Почему? Потому что упражнение это не живой. Это предмет. Это не человек. Поэтому, когда мы говорим в конце какого-либо предмета, мы используем of. The end of the exercise. Когда мы говорим о человеке, например, это книга Тома, мы скажем this is Tom's book. Или these are Tom's books, если множительное число. Дальше. Vocabulary. My sister's son is my nephew. Сын моей сестры. Мой племянник. Number one. My mother's brother. Брат моей мамы. Это мой, кто у меня есть мама. У нее есть брат. И ее брат мой дядя. My uncle. Будет дядя. Казан это кузен или кузина. Ant это тетя. Я говорю братья, поэтому uncle is the correct answer. Правильный ответ. Number two. My grandfather and grandmother are my... Мои кто? Grandparents. Дедушка и бабушка. У них есть в английском языке есть единое слово, которое обозначает и дедушку, и бабушку вместе. То есть мама, папа – это родители, а grandfather и grandmother – это как бы прародители. Grandparents. Number three. My uncle's daughter. Дочь моего дяди. Is my aunt. Нет. Дочь моего дяди. Aunt – это жена моего дяди. Sister, no cousin. My uncle's daughter. Дочь моего дяди. Это моя кузена. То есть двоюродная сестра. Number four. My husband's brother. Брат моего мужа. Is my nephew. Племянник – no. Cousin-in-law – no. Brother-in-law. То есть как брат в законе. То есть брат моего мужа или брат моей жены будет на английском языке brother-in-law. Brother-in-law. The next. My brother's daughter. Is my... У меня есть брат. У него есть дочка. Она будет мне племянницей. Племянница будет не aunt и не cousin. Cousin – это двоюродный брат или сестра. Needs – это племянница. Needs. Number six. My father's son – сын моего... I'm sorry. My father's son is my... Кто? Сын моего папы. Мой... Мой брат, конечно же. My brother. Number seven. My brother got married last year. Мой брат женился в прошлом году. Last year – в прошлом году. His... Кто? Его жена is a lawyer. His wife is a lawyer. My son and daughter are my children. Мой сын и моя дочка – это мои дети. Не sons. Не childs. Ага. Children – child. Ребенок. Children – дети. Окей. We have to choose a, b, o, c to complete the sentences. Complete – закончить предложение. How often? Как часто? Auxiliary verb. Вспомогательный глагол do. Субъект you. И глагол инфинитиве. How often do you your emails? Что вы делаете с имейлом и проверяете? Имейлы проверять. Будет чек. Как чекать? Check your emails. В машине иногда загорается лампочка. Чек. Так, да, ее называют. Что нужно проверить машину. Number ten. I usually – я обычно. И глагол должен быть. Не be. Не быть. А какой-то другой. I usually to work by bus. Я обычно езжу на работу на автобусе. I usually go. Не have, не take. I go. I usually go to work by bus. Number eleven. My brother – мой брат. Always. Всегда. Always ставится перед глаголом. My brother always makes, does, does. Has, has. A shave in the morning. Здесь запомните. Не makes и не does. А has a shave. Has a shave. Бреется in the morning. Утром. Да? In the morning. In the evening. In the afternoon. Number twelve. Вопрос. Смотрите, как вопрос образуется. Вопросительное слово. What time? Вспомогательный глагол do. Субъект. То есть, кто действие делает. You. И действие. What time do you? Go dressed. Get dressed. Be dressed. Конечно же, get dressed. Это одеваться. What time do you get dressed? Во котором часу ты одеваешься. Number thirteen. They go. Они ездят. Present simple. Вообще ездят. On holiday. На каникулы. Или в отпуск. Это одно и то же слово в английском языке. They go on holiday. Куда? To France. Францию. Как часто? Three. Три. Три. Трижды на год. Three times. Почему times? Потому что time – это время, а times – это разы. Сколько раз они ездят. Three times a year. Трижды за год. They go on holiday to France three times a year. Number fourteen. Ben's very healthy. Ben очень healthy, очень здоровый. Не в плане большой, а у него хорошее здоровье. He hardly eats hamburgers. Он очень редко, когда будет hardly ever. He hardly ever eats hamburgers. Я не могу сказать never, потому что у меня есть hardly. Если бы не было hardly, тогда бы я сказал, он никогда не ест hamburgеры. Не ест hamburgеры. He never eats hamburgers. Always. Можно сказать… Опять же, нельзя сказать, бо у нас есть hardly, и по контексту always не подходит. Если бы он ел постоянно hamburgеры, он бы не был здоровым. Lucy always wakes late. Wake up – это просыпаться. Lucy – это она, she, поэтому мы здесь добавляем окончание s. Если я всегда просыпаюсь поздно, я скажу I always wake up late. Без s. Lucy – это она, поэтому s мы добавляем к глаголу present simple. Number sixteen. She has a shower, она принимает душ, да, и что потом? And then – это потом, через буковку i, and then – наносит макияж. Наносить макияж будет put on makeup. Makeup, смотрите, как пишется. Put on – наносить. Вот. Put on – наносить что-то. Макияж, например. Put on – надевать, кстати. Не наносить, наносить или надевать. Put on. Put on your coat. Надень пальто. When you go out, put on your coat. When you go out, don't forget to put on your coat. Number seventeen. I take my dog for a walk. И здесь очень хитрое предложение. Хочется сказать everyday. Каждый день. Правильно же? Хочется сказать. Да, хочется. Но здесь e есть. Everyday без e используется. Поэтому нужно сказать дважды в день. Twice a day. Э в этом случае означает на. То есть два раза на день. Twice a day. Twice a day. I take my dog for a walk. Twice a day. Number eighteen. My mother's birthday. День рождения моей мамы. Is. Есть. Когда. Я говорю о месяце. Когда я говорю о длинных промежутках времени. То есть, например, год. Это длинный промежуток времени. Или сезон. Season. Или месяц. Да. Я использую in. In. In July. In July. Подождите. Вот так. In. In July. In July. They eat pasta for dinner once a week, one a week, one a week. Once a week. Это то же самое, что сказать twice a day, но в грамматическом плане. Лексические разные слова. Понятно. Twice a day. Дважды на день. Once a week. Раз на неделю. Once a week. Once a day. Once a month. Запомните, пожалуйста, это. What's the time? Какое время? И вы говорите it's и it's past half. Нет. Нужно сказать it's. Потом, если вы говорите половина, это 30 минут. 30 минут в английском языке будет half. Половина после. It's half past eight. То есть, вариант B, он правильный. It's half past eight. It's half past eight. Половина после восьми. То есть, вы всегда будете говорить после it's минуты. It's five o'clock. Без пяти десять. It's five to ten, например. It's five past ten. 10.05. 10.05. Пять после десяти. Вы говорите. It's. Например. It's five past. Past ten. Вы скажете. 10.05. 10.05. Если сказать it's five to ten, то есть, это будет to без. Без пяти десять. It's five to ten. Но фишка в том, что вы всегда говорите, начиная с минут в английском языке. Пять минут после десяти или пять минут до десяти. It's five to ten. То есть, to означает до, то, что у нас говорят, без пяти десять. Five to ten. И здесь все просто. Это звуки у нас. Какой звук лишний? Я скажу home. Звук o. Дальше cousin. Звук a. И once. Здесь вот так. Звук a тоже есть. А, а. О как а читаем. Once. Cousin как а. А здесь о как не а, а о читаем. Поэтому home у нас. Давайте его тикнем. Дальше wife. Wife. Это звук i. I. А и. Да. I. Knees. Long sound i. Длинный звук i. Длинный звук мы двумя точками обозначаем. Обозначаем knees. И twice. Twice. Опять же. I. I. То есть тикаем слово низ, потому что здесь длинный звук i. Number three. Money. Какой-то звук a. Money. Дальше strong. Какой-то звук o. Strong. Вот так он обозначается. Strong o. Раньше писали вот так, а теперь вот так. Strong. Сильный. Scotland. Scotland. O-o. Money. So money. The next. Daughter. A. You. Читается как длинный звук o. Daughter. A. You. August. В этих случаях. Дальше ant, смотрите, читается как звук длинный a. Ant. Конечно же ant. Тикаем. Потому что здесь o. Long sound o. Long sound o. А здесь с двумя точками звук a. Широкий звук a. Ant. Number five. Father. Длинный звук a. Father. Hardly. A. And family. Family. Широкий звук a. Family. Окей. Следующее упражнение нужно выбрать слово с ударением правильным. Ну, здесь exercise. Это упражнение exercise. A. Вот, первый слог под ударением. The next teenager. Teenager. Первый слог под ударением. Teenager. Дальше. Usually. Usually. Первый слог под ударением. Видите, все слова, первый слог под ударением. Дальше. Restaurant. 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 Первый слог. И здесь тоже первый grandfather. Не grandfather. А grandfather. My grandfather. Мой дедушка. My grandfather. Все. На сегодня все. Всем спасибо за просмотры, за ваши лайки, за подписку. Делитесь с друзьями, комментируйте. И увидимся. До скорых встреч. Пока-пока.